Привет! Вы на канале компании «АвтоСтронг». В компании «АвтоСтронг» 180 000 запчастей, которые находятся на огромном шестиярусном складе. Сейчас мы находимся на пятом этаже. Посмотрите, сколько здесь оптики именно для вашего автомобиля. На канале «АвтоСтронг» вы получаете очень качественный технический контент. Мы разбираем моторы, коробки, рассказываем абсолютно все об запчастях. Вы очень сильно и много, долго даже просили этот двигатель. Итак, встречаем K20A6 Honda. Рядные бензиновые двигатели Honda объемом 2.0 и 2.4 литра появились в 2001 году. Гораздо позже появился 2.3-литровый турбированный двигатель в 2007 году. Это были абсолютно новые двигатели. Коленвал и распредвалы вращались по часовой стрелке. Напомним, что прежде у Honda валы вращались против часовой стрелки. Сегодня мы будем разговаривать о двигателе, который был разработан для установки на Honda Accord 7-го поколения с 2003 по 2008 год. Как и на всех моторах K-серии, здесь алюминиевый блок по четыре клапана на цилиндр. На впускном распредвале стоит муфта системы изменения фаз газораспределения VTC, а также компоненты системы IFTEK. Двигатели K20A6 оснащены балансирными валами, которые встроены в модуль с маслонасосом, который приводится от коленвала цепью. Двигатели K-серии являются отличными продолжателями японской традиции надежности. У них отличный ресурс, и они практически не ломаются. С этим утверждением согласятся многие поклонники двигателей Honda и двигателей K-серии в частности. Но многие хондоводы скажут, что это полная чушь. И вот почему. Дело в том, что в середине 2000-х годов немало вот этих моторов поехало на замену выпускных распредвалов. Это известная проблема, о которой мы сегодня расскажем. А также расскажем о немногочисленных недостатках двигателей Honda K20A6. А также посмотрим, как данные двигатели справляются с отсутствием базового сервиса. Именно данный двигатель пострадал из-за отсутствия какого-либо обслуживания. Нечастая, но распространенная проблема двигателя K20A6 – это течь масла по переднему сальнику коленвала. К счастью, это не самая дорогая и сложная проблема. Дроссельная заслонка двигателя K20A6 в поломках и проблемах не замечена. Бывают случаи, что двигатель не запускается с первого раза, также держит повышенные холостые обороты выше тысячи и появляются провалы в тяге. В данных случаях помогает снятие и чистка дроссельной заслонки. Ну а сегодня в разборе данного надежного двигателя нам будет помогать наш надежный товарищ разборщик Николай. Встречаем и мы начинаем нашу разборочку. На ГБЦ со стороны выпускного коллектора возле первого цилиндра находится вот такой корпус с управляющим клапаном системы FTEK. Так вот, этот корпус со временем начинает запотевать и течь маслом. Чтобы устранить эту неполадку, надо заменить вот эту прокладочку. Также соленоид управляющей системой FTEK может загрязниться и это же сразу отразится на работоспособности системы FTEK. Двигатель может не крутиться свыше трех с половиной тысяч оборотов, посыпятся ошибки по данной системе. Чтобы устранить эту неполадку, достаточно снять этот клапан и его очистить. Впускной коллектор на двигателе K20A6 полностью легкосплавный, пассивный, никаких нареканий не вызывает. Форсунки по-японски надежные и также никаких нареканий не вызывают катушки зажигания. На впускном распредвале установлена гидравлическая муфта, которая отвечает за регулировку момента открытия и закрытия впускных клапанов. Данная муфта на двигателе K-Series имеет стандартную конструкцию, то есть лопастную, с пятью внутренними камерами и механическим фиксатором. Масло подается истекает по каналам, которые находятся в распредвале. На двигателе K20A6 муфта имеет приличный ресурс при условии использования хорошего масла. А вот на двигателях K24A6 муфты меняли по отзывной кампании и даже обновленные муфты не славились очень большим ресурсом. Если при работе двигателя K20 появляются ошибки по системе VTC, то скорее всему виной вот этот электро-гидравлический золотниковый клапан. Но он легко снимается и чистится. Также на ГБЦ возле этого клапана установлена вот такая сетка фильтр, через которую проходит масло и поддается клапану и к муфте VTC. Ее тоже надо снимать и чистить, если сыпятся ошибки по данной системе. Также замечено, что ошибки в системе VTC могут сыпаться из-за неисправного датчика положения распредвала. В нашем случае грязное масло проломило сетку фильтр и оно добралось до управляющего клапана. Традиционно двигатели Honda не имеют гидрокомпенсаторов, поэтому нуждается в проверке и регулировке тепловых зазоров. Данную процедуру надо делать каждые 40 тысяч километров. Можно вместе с этим поменять прокладку клапанной крышки, если резина задубела. Номинальные зазоры для впускных клапанов 0,23 миллиметра, для выпускных 0,3 миллиметра, плюс-минус 0,02 миллиметра. Если долго не регулировать тепловые зазоры, то данный мотор начнет работать с характерным стуком пальцев. А если затянуть с этой проблемой, то тогда можно доездиться до износа кулачков выпускного распредвала. Двигатели Kassiri запомнились износом кулачков выпускного распредвала, хотя немало данных двигателей ездят с оригинальными распредвалами до сих пор. Но на некоторых двигателях выпускные распредвала меняли и не раз. Кулачки просто изнашивались, обтачивались до основания. Как мы знаем, чем меньше кулачок, тем сложнее работать двигателю. Естественно, потому что отработавшие газы не успевают покинуть камеры сгорания, и тогда двигатель хуже тянет, расходует больше топлива. А также затем начинает работать нестабильно. Есть несколько версий, почему кулачки выпускного распредвала изнашиваются. Проблема в смазке и перегреве. Дело в том, что для данного двигателя рекомендовано масло 0V20, которое в жару и при стоянии в пробках перегревается и превращается в воду. Тогда давление в системе смазки настолько снижается, что плохо смазываются кулачки выпускного распредвала. Поэтому при эксплуатации автомобиля Honda Accord с данным двигателем в жарких странах рекомендуется использовать более вязкие масла 5W30 и 5W40 и менять каждые 7000 километров. Honda любит ласку и смазку. А вот если автомобиль эксплуатируется не в жарких странах и масло не подвергается чрезмерному нагреву, то тогда без риска для износа выпускного распредвала можно использовать рекомендуемое масло 0V20. А теперь поговорим о состоянии данного экземпляра. На кулачках выпускного распредвала износа мы не видим, но мы видим выкрашивание на кулачках выпускного распредвала. Это, скорее всего, говорит о том, что в данном двигателе использовали достаточно вязкое масло, но низкого качества. И поэтому оно легло вот таким вот некрасивым налетом. Скорее всего меняли его не раз в 10 тысяч, а реже. В приводе ГРМ двигателя K-серии используется пластинчатая цепь Морзе. Ее ресурс достаточно средний, примерно 200 тысяч километров. На ее замену намекают ошибки по системе изменения фаз газораспределения. Любопытно, что при растяжении цепи она практически не издает никаких звуков. Оценить растяжение цепи и ее состояние можно по выступанию штока гидравлического натяжителя. Максимальное выступание штока 16 миллиметров. Также можно выставить валы по меткам и оценить совпадение. При очевидном расхождении цепь надо менять. Растянутая цепь ГРМ кромсает шестерни распредвалов и коленвала. Если звезды изношены, то их надо заменить, потому что они ускорят износ новой цепи. Обратите внимание, что этот двигатель уже вскрывался, небрежно нанесен гермет. И на этот гермет наклеена постель распредвала. Что мы обнаружили? Шейки распредвалов задраны. Здесь явно была проблема со смазкой. Редактор субтитров А.Семкин На моторах Honda K20, которые не получали должного масляного сервиса и прошли несколько сотен тысяч километров, замечен износ втулок направляющих клапанов, как правило выпускных. Эту проблему замечают, когда пытаются вылечить этот двигатель от масложора путем замены маслосъемных колпачков. По вот этому масляному нагару мы констатируем то, что этот мотор масло потреблял. Живого масла мы здесь не видим. Неудивительно, что мы видим здесь отшелушивающийся масляный нагар на донышках поршней. Хона практически нет и видны побежалости на стенках цилиндров. Известны редкие случаи обламывания фторопластовых натяжителей цепи, которая приводит балансиры и маслонасос. Данная неприятность обычно случается при пробеге в 500 тысяч километров. Но моторы успешно переживали данную проблему, потому что цепь сразу не соскакивала, а начинала работать с посторонними звуками. Здесь главное принять правильное решение и ни в коем случае не крутить двигатель, потому что цепь может соскочить. На практике при любой удобной возможности лучше обновить эти натяжители на моторах с большими пробегами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Расход масла на двигателях K20 – это нередкое явление. В первую очередь это случается на неухоженных двигателях. То есть если используется некачественное масло и интервал замены более 10 тысяч километров, это все приводит к залеганию поршневых колец. Раскоксовка едва ли поможет. Надо менять поршневые кольца, но перед этим надо померить цилиндры. В цилиндрах может быть износ. Надо проточить цилиндры и установить на поршни кольца единственного ремонтного размера. Состояние ужасное. Масло горело и откладывалось на поршнях. Залегли маслосъемные кольца, но при этом на шейках коленвала и на вкладышах мы не видим сильного износа. Но он уже начался. Еще километров 200 и вкладыши наварились бы на шейках коленвала. Верхние коренные вкладыши в неплохом состоянии, но царапины уже видны. В данном блоке нет маслофорсунок. Разборка закончена. И хочется отметить, что при проблемах со смазкой, с масляным сервисом в первую очередь в данном двигателе страдают распредвалы, потому что в ГБЦ не хватает смазки. А в целом это отличный двигатель. Подбирайте подходящее масло и меняйте его вовремя, и все будет отлично. Если вы хотите знать о моторах, коробках и БУ запчастях абсолютно все, обязательно подпишитесь на наш канал, поставьте лайк этому видео, заходите на наши соцсети, заходите на наш сайт, покупайте у нас отличные запчасти. И помните, что с вами всегда была есть и будет компания «АвтоСтронг».